Октябрьская домная, в котором я раньше жила. Сейчас его покрасили в такой красивый, нарядный цвет абрикосовый. Поставили лавочки тоже такого, видите, сиреневого цвета. Прямо так всё преобразилось. Очень мне всё нравится. Идём в гости к сыну с невесткой. Ой, невестка нас сейчас будет угощать. Вот у нас винегрет. Билиши с мясом. И пирог. С чем, Кристин? Не всё? Ой, в духовке там баклажаны у нас, лодочки. Ух, сразу. Баклажаны, лодочки. Ой, пирожок клафутис вишни. Кристинка сама делала тесто. В общем, сама всё сделала. И билиши, и лодочки. Мы тут сидим уже, у нас постепенно всё исчезает. Это всё очень вкусненько. Сколько намело. Сообщение, Казань, Нижний Новгород, это вообще что-то. Сообщение, нет, всё замело. Кошмар. Просто какой-то форс-мажор. Машины, смотрите, какие стоят. Ой-ой-ой. Здравствуйте. Здрасте. Я к вам доставочку привёз. Давайте. Ждём. Что ещё за доставочек-то? Одни доставки что-то сегодня привезти. Дверь не открываю широко, потому что очень холодно. Ух ты. Это доставка. Вот это вот у нас доставочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите. Вот так вот сейчас я вам покажу, как я красиво. Давайте посмотрим с удовольствием. О-май-год. Вот это да. Там водички она стоит прямо. Вот это да. А кто же это доставил? Вот кто-то позаботился о вас, порадовать вас. Нет, а тут нет ничего. Нет, нет. Когда записка есть, мы вам всегда предоставляем. Ой, это интересно. Всё. Спасибо огромное. Какой букет. Ну, скажи, пожалуйста, тебе сегодня 77... Стало заикаться. Не могу произнести эту цифру. Тебе сегодня 77 лет. Нет, скажи, пожалуйста, каково это? Как себя чувствовать? Вот какое иметь состояние в 77 лет? Что это значит? Знаешь, Лен, вот я не чувствую свои 77 лет. Я чувствую, что у меня 45. Я в кругу семьи, в кругу правнучек, внучек, внучка. И всей семьи я себя чувствую так, просто как будто я на седьмом небе. Так я себя чувствую. Очень признательна всем, кто меня сегодня с утра поздравил уже с семи часов звонки начались. Очень-очень всем признательно. Вечером того же дня, 28 января, мы поехали праздновать в момент день рождения в ресторан, в местный ресторан «Алазани». Ну, здесь грузинская кухня, очень вкусная. Мы попробовали местные деликатесы, всякие вкусняшки, которые нам предоставил шеф. И выпили за здоровье нашей несравненной, любимой бабушки и мамы. А, да, еще про бабушки. И, как мама уже сказала в своей небольшой такой речи, она была очень-очень, знаете, растрогана тем, что столько внимания она получила в этот день. Конечно, Кен и его семейство, и все ее друзья из Англии позвонили, кстати, накануне, поздравили ее. А затем с утра началась доставка цветов. Она получила несколько шикарных букетов, очень красивых, от знакомых и от малознакомых людей. Говорю малознакомых, потому что это были наши подписчицы, которые из телеграм-канала узнали, что у нее день рождения, узнали наш адрес и побежали на почту и прислали ей замечательные, симпатичные подарки. О некоторых из них я расскажу вам позже, в другом видео. А сейчас вот показываю, что по традиции вот этого ресторана Алазани именинника поздравляет персонал ресторана, приносит им, ну, именинникам, приносит индивидуальный такой кусок торта, это медовик, и зажигают свечу. А еще на именинника одевают такой головной убор специальный, чтобы было понятно, чтобы было понятно, кого поздравляют. Ну и вот так вот все хлопают, поздравляют, поют песню «С днем рождения», «Happy birthday». Ну, конечно, мама счастлива. Конечно, она счастлива находиться в кругу своей семьи, потому что вы знаете, что живет она в другой стране, и вот эти вот редкие моменты, они, конечно, наиболее ценны, или наоборот даже бесценны. Но, наверное, многие из вас знают, что 28 января не только у моей мамы день рождения, а еще день рождения моей старшей внучки, ей исполнилось 15 лет. Пока ее с нами нет, но она к нам присоединится позже, после своей тренировки, потому что она занимается кикбоксингом и показывает сейчас хорошие результаты. В прошлом году она стала серебряным призером первенства России в своем весе. И вот, как видите, преданность спорту и своему любимому делу превыше всего. И даже общий объединенный день рождения не может этому помешать. А как я уже говорила ранее, и, наверное, многие уже знают, что в моей семье преобладают в основном водолеи и раки. То есть мама и моя старшая внучка, они рождены в один день. И мои дети, сын и дочка, они водолеи. А я и мои две младшие внучки-близняшки, Женя и Саша, они раки. То есть мы с ними раки. А я показываю фотографии того чудесного вечера. Это мои сын и дочка, и мама со своими внуками. Дочке исполнилось 1 февраля 34 года, а сыну 7 февраля 38 лет. Ну и вот фотка две именинницы вместе. Вот такое сегодня у меня видео получилось. Рассказала вам немного о своем, о личном. И показала семейные наши фотографии. Всем вам желаю, как всегда, хорошего здоровья. И, несмотря на зиму, солнечных, теплых дней. Всем до свидания, всем пока. Увидимся позже. Субтитры сделал DimaTorzok